Президент Франции Эммануэль Макрон попался. По мелочи, но попался. Во время телевизионного интервью, говоря о пенсионной реформе, он, как ему казалось тайком, снял под столом с руки часы. Как говорят, часы стоят 80 тысяч евро. Посмотрите, вот начало интервью, часы у Макрона на месте, а вот он прячет ручки под столом. И вот они, ручки-то, но уже без часов. Смешно, конечно, но у меня свои вопросы. Что творилось в голове президента Пятой Республики, когда до него вдруг дошло, что разглагольствовать о пенсионной реформе с дорогущей цацкой в кадре по меньшей мере неприлично. Макрон решил отредактировать картинку под пристальным взглядом интервьюеров и нескольких телекамер в прямом эфире. Он решил всех обмануть. Причем это решение было таким спонтанным и естественным, что мы смело включаем способность обмануть в психологический портрет этого участника передачи. Причем неважно, что послужило побудительным мотивом некрасивого поступка. Главное, что господин президент не сомневался. Но есть и другой нюанс. Как опытный политик, постоянно участвующий в разного рода шоу, Макрон не мог не отдавать себе отчета, что такой примитивный мухлёж никому с рук не сойдет. Прямой эфир не врет. И тем не менее он делает это, показывая всему миру ощущение полной собственной безнаказанности. И этот стрих тоже включаем в психологический портрет господина Макрона. Итак, что мы имеем с Гуся? Макрон рассказал нам о своей способности обмануть, готовности это сделать решительно, в любой момент, и об ощущении полной своей безнаказанности. Ну а с другой стороны, чего вы хотите? Он же политик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова